Румынский сенатор Юлия Скантей пожаловалась, что 27 марта румынский парламент будет вынужден самостоятельно отпраздновать столетие объединения Бессарабии с Румынией. И виноват в этом официальный Кишинев, который якобы не хочет принимать участие в совместном заседании парламента. Далее события развивались стремительно. Уже на следующий день сенатору ответил спикер Канду. Во-первых, он заявил, что парламент вовсе не отказывался, а во-вторых, сказал, что есть множество вариантов по месту и формату самого мероприятия. Так к чему придут стороны в конечном итоге? Насколько юридически вообще обоснована эта ситуация? И, конечно, выиграет ли Молдова, если оно все-таки состоится? Как всегда, будем разбираться принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Вельченкова. Здравствуйте. Представляю вам моих гостей. Сегодня это Виталий Гамурарь, пресс-секретарь Демократической партии Республики Молдова, специалист по международному праву. Здравствуйте. Здравствуйте. И Григорий Навак, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова. И вам добрый вечер. Добрый вечер. Поддержать позицию одного или другого участника предлагаю и вам. Для этого необходимо позвонить под телефоном, указанным на экране. Звонок по Молдове бесплатный. Сегодня у нас работает многоканальная связь, поэтому я рассчитываю, что дозвониться смогут все желающие. Итак, начинаем. Господа мои гости, вот вообще празднование столетия унирия. Да, вот у нас об этом очень много говорят в последнее время. Это некий такой вот исторический какой-то, я не знаю, момент, какой-то исторический посыл из области важнейших исторических событий? Или за этим все-таки стоит политика? Господа Навак, вы первый. Что вы видите за этими шагами? Ну, во-первых, так называемая, ну, этот проект унирия для некоторых партий своего рода очень хороший бизнес. Я приводил очень много аргументов в это. И, с другой стороны, может быть, оно хорошо, что вот те партии, которые, скажем так, качают деньги на так называемом объединении, те партии, которые не воплощают в жизнь и те деньги, которые присылают, скажем так, румынские братья в кавычках, делят между ними. Естественно, мы всегда говорили, что этот проект не имеет никакого отношения с нашей страной, поскольку мы давным-давно уже абсолютно суверенная, независимая страна. У нас есть собственные законы, конституция и так далее. Субъект международного права. И когда вот странно вообще думать о том, что вот для других политиков разных стран вообще уму непостижимо, как у нас в парламенте, есть те, которые ратуют за ликвидацию Республики Молдова путем объединения. Получая за это зарплату из госбюджета, за счет налогоплательщиков в первую очередь, во-первых, никогда та же либеральная партия, либеральная демократическая партия, есть ряд маленьких партий, никогда не смогут воплотить в жизнь этот проект. Объясню почему. В самой Румынии, по последнему соцопросам, который проводил, я забыл, Флукс или как-то там называется, 27% румын, я не говорю румын, живущих на территории Румынии, желают или желали бы объединиться с Республикой Молдова. У нас эта цифра еще намного меньше. Я сегодня в парламенте уже озвучил и попросил, скажем так, заслушать СИБ и Медеи по поводу действий генерального консула в Бельцах. Потому что то, что произошло, для меня это вообще не указывается в голове. Скажем так, первые сигналы, которые поступили, что господин консул занимается, мягко говоря, не теми делами, которыми должен заниматься дипломат, но уже есть и акты коррупции. И почему-то наши коллеги, в том числе и Демократическая партия, к сожалению, не хотела поддержать, заслушать, пролить свет на это, скажем так, чтобы поставить точки над «и». Мы знаем, какие вопросы задавать и СИБу, и Медеи. Я поняла. И не оставлять тебе места для интерпретации. Я поняла, да. То есть вы настаиваете, что это бизнес и политика. Бизнес и политика, совершенно верно. Спасибо. Господин Гамурай, вы что скажете? Что такое столетие у них? Ну, здесь два момента. Во-первых, нужно учитывать то, что любое событие, которое происходило, с которым связано определенное государство, в данном случае мы говорим о республике Молдова, о нем нужно говорить, его нужно знать, о нем нужно говорить. И говорить, в первую очередь, нужно его исследовать с точки зрения, ну, опять же, люди, которые занимаются научным подходом. Я всегда говорю о том, что нехорошо работать как пожарник, то есть после чего происходит все это. Я вам скажу то, что, потому что я просматриваю, практически нет нигде в мире такого подхода или нет такой ситуации, как в какой находится республике Молдова. И во многом в том, что та проблема, с которой, или то отношение к нам со стороны некоторых руманских депутатов, оно складывается за счет нашего подхода. Наши, не все республики Молдова, а некоторых представителей республики Молдова. Потому что если бы была бы четкая позиция, была бы четкая аргументация того, что, ребят, давайте говорить на равных. Мы, к сожалению, на протяжении 25 лет так и не научились говорить на равных, не только с Бухарестом. Мы не говорили на равных с Москвой, мы не говорили на равных... А кто с кем сейчас с Бухарестом на равных не говорит? Нет, я имею в виду некоторые представители, будь то политические деятели, будь то... Ну, в основном это политические деятели. Потому что если говорить о правительстве, говорить о министрах или официальных встречах, я по себе знаю, потому что столько раз встречался, как эксперт выезжал и на конференциях и так далее. И я помню, когда было некоторое удивление, когда я отставил позицию, причем один против пятерых, против шестерых. И не потому, что я плохо отношусь к другому государству, к Румынии, а просто потому, что, ребят, либо мы обсуждаем это с точки зрения равенства, либо мы исходим по-другому. Я проводил параллели, потому что, я говорю, понимаете, почему-то Румыния, когда соглашалась на те инвестиции, которые приходили из Венгрии и из Германии, вопрос не шел о том, что Румыния откажется от части своей территории когда-то. Я говорю, то же самое и мы, потому что иногда вот есть такой позыв со стороны некоторых политиков, которые приезжают в Бухарест, например, и говорят о том, что мы практически готовы к этому, мы практически готовы к этому. Вот этот политический, я его называю пиаром, понятно, 18-й год, когда большое же количество деревень, да, вот местные советники голосуют. Юридически это ничего не стоит. Мы поговорим, если позволите, позже. Я просто привожу пример. Нет, мне просто важно, вы предлагаете посмотреть еще с точки зрения исторического события? Не события, я говорю, об этом нужно говорить. Но говорить не в смысле празднования столетия вот этого объединения. Не, ну вот я говорю в смысле заседания парламентов. Вот смотрите, демократы говорят, мы, у нас нет решения, ну, оно, я привела цитату господина Камбду, он сказал, мы вовсе не передумали, вот, о формате, да, и месте встречи, что называется, сообщим дополнительно. Вот мне интересно, вы как с точки зрения истории относитесь, либо это политическое какое-то решение? Когда я говорю об истории, я говорю об исследовательском подходе, о том, как мы должны к этому варианту подходить. Хорошо, господин Гамурай, когда вы говорите об истории, имеете ли вы в виду, что через год будет 95 лет, вот как Молдова, например, была автономия, которая входила в состав Украины. Почему бы нам по этому поводу не созвать заседание парламента в двух странах? Я не слышу об этом. Через два года 80 лет как вошла в состав СССР. Россия правоприемница СССР. Я как-то с трудом представляю, что демократы будут рассматривать идею совместного заседания с депутатами Госдумы. Понимаете, вот это навевает на определенное размышление. Как вы это можете прокомментировать? Почему с Румынией вот у нас так, а с другими странами тоже исторические вехи? Во-первых, есть вот это обращение со стороны Бухареста. Во-вторых, я поэтому и разделил на две части. Исторический аспект или историческо-научный аспект, о котором нужно говорить. Ведь никто не забывает о том, как пришел Гитлер к власти. Но это не значит, что его делают тем, той личностью, которая что-то сделала хорошее для Германии. Нет, не забывать об этом. То же самое с этим столетиям. Другое дело политический вопрос. Я очень хорошо понимаю политический вопрос. Потому что когда, я опять же провожу параллель, правительство и парламент. Когда мы говорим о совместном заседании правительства, я не вижу здесь проблем. Потому что решаясь конкретные технические вопросы. Когда мы говорим о совместном заседании парламента, здесь каждая из партии высказывает свое мнение. Я понимаю с уважением отношения к решению партии. Здесь какой подход? Пока что нет четкого понятия, что будет дальше. Но в любом случае, я никогда не говорил, что против такого различного рода заседания, потому что свое высказывание в отношении такого заседания, или отношение можно сказать в том числе в рамках такого заседания. Мой пример как научный работник. На конференциях я иногда бываю один против десятерых. Но я иду на эту конференцию, отстаиваю свою точку зрения, чтобы показать, что есть и другая точка зрения, не только та, которая доминирует. Людмила, знаете, давайте не будем забывать, что Румыния та страна, наш сосед, которая по сегодняшний день не подписала тратат договора о госгранице. Не подписала. Почему? Объясню почему. Потому что у Румынии на сегодняшний день есть территориальные амбиции насчет Республики Молдова. Второй момент. Вот господин Гомурарь не говорит, но почему-то, если говорить уже об объединении, почему, скажем так, Бухарест не предложил принять участие и Верховной Раде сделать? Ведь территории Великой Румынии, еще и украинские территории нынешние. Правильно? Знаете почему? Потому что любая попытка сделать какие-то шаги по объединению на территории сегодняшней Украины, СБУ приходит и, скажем так, как кроликов их за ушки, и в мешочек, и в первый изолятор. И это было. И это было. Я вам скажу, вот есть эти ребятишки румынские, которые попытались на юге Молдовы в Татарбунарах и не только, в Черновцах, попытались. Вы про флаги сейчас? Нет. Да, вывесли там флаги и определенные баннера. Все. Они персоны Нон Грата в Украине. А у нас гуляют свободно, Сибег, туда-сюда. Я вам хочу сказать, что вы можете, господин Гомурад, говорить все, что угодно, но без согласия демократической партии, которая на сегодняшний день является правящей партией в этой стране, они бы такое не сделали. Нигде в мире без согласия правящей, без согласия власти, скажем так. Потому что власть это демократическая партия. Да, можете говорить там, коалиция, не коалиция, но это демократическая партия, мы прекрасно знаем. И служба информации и безопасность бездействует. Прокуратура бездействует. Я лично, я делал неоднократно запросы, проводил примеры. Эти ребята из Румынии надругались над нашими государственными символами, если вы не знаете. Вот когда они проводили мероприятия, у них были перед театром опера и балета. Наш герб вырезали с нашего национального флага. Я приводил доказательства. Ничего, бездействует. А мы говорим, что какое-то совместное заседание с парламентом Румынии. Хотя, вы знаете, я был бы не против. Если было бы это... Мы поговорим об этом, если позволите. Мы поговорим, я даже предложу вам... Это заседание Румыны многое бы узнали. Понимаете как, когда очень многие объясняют саму возможность этого заседания, правительства, потом парламентом мы говорим, действительно ссылаются на некие исторические моменты. Давайте помнить нашу историю. Ну, прекрасно. Давайте мы тогда будем отмечать, я не знаю, польский сюзеренитет 1395 год. Ну, тогда мы помним. Я не говорю о Турции. 1538 год, когда Молдова попала. Понимаете, почему тогда с турецким междлисом мы не проводим совместное заседание? Почему я не могу вспомнить, господин Гамурарь, ни одного совместного заседания правительств, кроме Румынии? Со стороны Кишинева? Да. Ну, наверняка не было предложения. Понимаете, почему... То есть у нас Болгария партнер. Я не говорю сейчас о России. Я оставлю. У нас вообще там с России, у нас глава межправкомиссии со стороны России, персональный град. Ну, Болгары есть, да? Ну, я не знаю. Ну, поляки. Ну, кого-нибудь назовите. Вот это народ заставляет задавать эти вопросы. То есть они видят здесь подвох. Вы считаете, они неправы, те, кто видят этот подвох? Ну, видят вопрос о том, что право или неправо, это все зависит от того, как это все разъясняется. Потому что как истолковаться. Я говорил о том, что... Ну, я просто факты сказала. Да, я говорил о том, что, к сожалению, мы очень часто работаем в системе пожарника. Теперь давайте обратить внимание. Вот один из тезисов, который давно уже проводится, насчет того, что отсутствует желание стороны Румынии подписать договор о государственной границе. Я вам скажу, как юрист-международник. Во-первых, такой договор с точки зрения международного права, в нем нет необходимости. Потому что есть договор от 1926 года между СССР и Румынией. Республика Молдова является правоприемником этого договора, по которому устанавливаются границы. То же самое, кстати, и Украина. Украина тоже по этому же договору является правоприемником. Там вопрос был о нерешимости, неразделении вокруг Змеиных островов, континентальный шельф и экономическая зона. Поэтому обратились в Международный суд для того, чтобы было разграничение. А по договору этот вопрос отпадает. Я юрист-международник, поэтому я об этом и говорю. Второй момент. Румыния признала независимость Республики Молдова до июля. Юридическое признание никогда не отзывается. Если не будет желания со стороны Кишинева сказаться... Ну что, в Румынии все время говорят о примере двух Германий. Нет, было желание ГДР объединиться. Понимаете, я, например, присутствовал на одной встрече, когда... А вы полагаете, это станет препятствием желания Кишинева в данной ситуации? Я говорю с юридической точки зрения. С юридической, да. Если со стороны Кишинева не будет желания потерять свою государственность, то, в принципе, никто не может на нее претендовать. То есть в Германии не было такого, что ФРГ сказала, давайте объединяться. Я вот в отношении этого договора могу сказать только одну вещь, как я ее понимаю. Потому что я слышала объяснение господину Басевску, он очень много говорил по этому поводу. В свое время вопрос поднял господин Воронин. Давайте скажем честно, да? Он тогда говорил, дорогие румыны, давайте вы будете это ратифицировать. Но с политической точки зрения, мне кажется, если бы румыны были так настроены уж, как вы сейчас говорите, мне кажется, было бы лучше все-таки этот договор ратифицировать. И тогда бы успокоилась часть населения в республике Молдова, которая волнуется. И я думаю, что и румыны бы это приветствовали, поскольку о них, как вот нам привели статистику, 28-27% всего лишь. И мне кажется, что мы сняли бы многие вопросы, но где-то не делается. Потому что что? Потому что это политика. Господин Навак. Вот это вот заседание правительства. По поводу парламента слышала точку зрения социалистов. Занейда Гречана ее озвучила. Она называла это провокацией. Правда. Вот само желание заседания совместно двух парламентов, она называла провокацией. Правительство вот это происходит. Скажите, пожалуйста, кроме заявления, что социалисты как-то будут реагировать на такие вещи? Вы знаете, я вот думал, может быть, даже если будет совместное заседание парламента, то фракция социалистов, если будет у нас в Кишневе, может быть, где-то и лучше будет. Потому что многие, многое узнают наши соседи нового. Как мы думаем, что мы думаем, люди выскажутся. Но я хочу сказать, что это не случайно. Почему госпожа Гречана правильно сказала? Совместное заседание парламента, совместное заседание правительства, совместные военные батальоны. Все совместное. И в один день скажут, ребята, вот знаете, вот у вас на Триколоре не тот герб. Он аж как-то лучше развивается. И поверьте, есть те страны, те же Соединенные Штаты, которые закроют глаза на это. Прецедент есть. То есть вы говорите, что это легко, вот эту ситуацию извинить. Совершенно верно. Республика Молдова находится на стыке двух, скажем так, держав. Ну так оно сложилось географически. Я бы сказала, интересам двух держав. На интересах, да. Вот правильно будет так сказано. И, к сожалению, мы стали жертвами вот этих больших амбиций. Во власти у нас на сегодняшний день, ну никто, вот мы сколько раз пытались, да. Вы видите, как встают в парламенте, гордятся. У некоторых перед собой флаг другого государства. Они не гордятся своим флагом, не гордятся своей историей, не гордятся своей страной. Вот в чем проблема. Поняла вас. Господин Гамурарь. Вот господин Наваг настойчиво нас возвращает к формулировке. Если бы это заседание состоялось. А вот сейчас попрошу пофантазировать вас. Мне тоже интересно. Вот я себе представляю это заседание. Даже не важно, где оно проходит. Но берет слово кто? Ну пусть это будет Алина Зотя. Или пусть это будет Михаил Гимпу. Встает. И люди, у которых на штабе, их предвыборном написано, что давайте в год унири объединимся. Или как там у них это? То есть они ассоциируют, да? То есть они о чем говорят? Они говорят, что Молдова и Румыния, это два братских народа. Что это одна страна, одна земля, одна территория. Скажите, пожалуйста, как будут демократы реагировать на такие слова? Они встанут и уйдут в знак протеста? Я не могу сейчас говорить, как будет. Ну давайте предположим, как себя будут вести. Вот понимаете, такие вещи будут говориться с этой трибуны. Я понимаю демократов, их царистки. Был бы я на месте, был бы я депутатным демократом на этом месте, я бы не ушел. Я бы наоборот, я взял бы слово и выисковал бы свое мнение. Потому что, понимаете, мы сейчас исследуем то, что уже есть. То есть, проблему нужно рассматривать намного раньше. Почему мы довели до этого Республику Молдову? Почему до этого дошло? И почему все эти годы это все проходило и все это допускалось? Потому что, понимаете, когда несколько лет назад, я помню, была инициатива, была высказана господином Дьяковым о том, что можно встретиться с теми из Террасполя, с представителями местного парламента, так называемого, провести разговоры. Дороговный совет. Да, был шум. Меня спрашивали, я еще не был тогда в политике, меня спрашивали журналисты. Я говорю, да ничего в этом страшного нет. Он говорит, как политик, как депутат. Депутаты между собой могут встречаться, потому что решать какие-то вопросы. Это не признание другой территории. То есть, вот мы разные крайности, которые существуют. То есть, заседают два парламента, звучат такие вещи. Как говорится, мы ваши навеки. Помните, как Ланя, я ваша навеки. Только здесь по-другому это будет сказано. Вы не считаете, что это есть нарушение Конституции? Да, элементарно. То есть, мы отказываемся от своего суверенитета. Мы сидим с другими парламентариями и говорим, мы с вами. Мы ваши. Я же вот это объясняю. Вот как? Нет, одно дело, что мы с вами говорим об этом. Другое дело, люди говорят на рынке. Третье дело на семинаре. Четвертое дело, я не знаю, на работе в офисе. Но пятое дело, когда сидят два парламента. Понимаете? Мы говорим сейчас о последствиях. Почему до этого довели? Потому что до 25 лет практически не проводилась никакая работа в этом смысле. Не было строительства государственной власти. Не было строительства государства по большому счету. И в это время, то есть, это был допуск абсолютно ко всем структурам. Я 18 лет преподаю в службе информации и безопасности, международное право. Я видел, начиная с 2001 года, как вот все эти реформы, после чего уходили очень хорошие ребята. То есть, толковые, которые много поработали. Подготовить хорошего специалиста, это долго. Я всегда говорил о том, что, когда хотят уничтожить государство, берутся две основные вещи. Это социальный вопрос образования и служба безопасности. То есть, есть соинтересованность извне. Вот здесь вопрос возникает. Семинутного решения здесь нет. Потому что тоже так же нет семинутного решения. Вы хорошо говорите. Вот некоторые вещи даже правильно, но вы говорите как человек, который представляет партию, которая не была с 2009 года у власти. А это неправда. Демократы с 2009 года тоже участвовали во власти. И они тоже, наряду с либерал-демократами, да, наряду с либералами, мне так кажется, они несут ответственность за то, к чему пришли в том числе и молодо-румынские отношения, и молодо-российские отношения, и все наши отношения с другими странами и блоками. Господин Навак, я вот пофантазировала, я последовала вашему примеру. Вам как вот такая вот моя фантазия? Да, фантазия нормальная. Если предположить, что это заседание двух парламентов состоится, никуда демократы не денутся. Ибо без них... То есть вы полагаете, что все-таки состоится? Я имею в виду в случае, если и состоится. Но я предполагаю, что да, учитывая хронологию, как оно все происходит, что происходит в стране, вот все декларации, марши, коррупция, да, бездействие прокуратуры СИБА, нежелание заслушать ряды факторов в парламенте под таким вопросом унионистских, то все это ведет к тому, что все-таки это совместное заседание двух парламентов состоится. Поняла вас. Вы знаете, мне кажется, что было бы проще нам говорить, если бы была обозначена все-таки позиция демократов по этим чувствительным вопросам. Потому что я знаю, что думают социалисты по этому поводу. Я знаю, что думают социалисты по поводу молодо-российских отношений. Но я не знаю, что думают демократы и что они будут делать в отношении молодо-румынских отношений. Почему? У меня есть основания так думать, потому что я до сих пор, например, не знаю реакцию на вот эти самые декларации в молдавских селах. Есть 50 населенных пунктов, которые объявили себя территорией Румынии. В ответ 250 сказали, что они являются территорией Молдовы. Понимаете как? Мне хочется знать, что думает партия власти. Чтобы они сказали, да, это классно, или нет, это нарушение закона, это плохо. Вот в такие минуты хочется четкой позиции. Ну, четкого ответа или да, или нет, на такие вопросы не бывает. Потому что этот вопрос не возник сегодня. Социалисты четко говорят плохо. Мы никогда не говорили, то есть вся позиция демократической партии, когда мы говорили об европейской интеграции, о том отношениях с Румынией и со всеми другими странами, никогда не было речи о том, об отказе от государственного суверенитета. Даже близко. Дайте мне хоть один пример, когда демократическая партия сказала бы, у нас даже нет единого подхода к названию языка. Вы знаете хорошо, что в демократической партии есть доброе количество депутатов, причем очень известных депутатов, которые говорят о том, что это молдавские, а другие говорят, что румынские. Мы, в принципе, не хотели этим вопросом заниматься, потому что это личное мнение другого, и это предвыборная кампания в этот год. То есть это так делают другие страны. Такие такого рода вопросы оставляют другому поколению, через несколько лет, чтобы этот вопрос обсуждался, когда люди придут к этому мнению. Я понимаю, но вот есть инициатива по поводу языка либералов, и вам придется голосовать. И вы оставляете такой важнейший вопрос на то, ну как пойдет? Нет, вопрос не тоже. Ну а как? Кто-то проголосует, я даже знаю, кто проголосует. Я уже говорил об этом в этой же студии, об этом говорили и представители демократической партии, о том, что по данному вопросу не было специального заседания для того, чтобы решать. Я понимаю, так может быть нужно его созвать в конечном итоге, чтобы демократы, наряду с другими партиями, как либерал-демократы, как либералы, как партия Майя Санду, у них у всех есть четкая позиция по этим селам. Вот только демократов нет. Мы сейчас до сих пор говорили про языки. Ну сейчас я возвращаю к селам, понимаете? Вот, например, почему так? Понимаете, если говорить юридически, все эти декларации, которые сделаны, ничего не стоят. Поэтому сейчас реагировать на то, что происходит, это просто ввязывание вот в эту ситуацию. Мы понимаем хорошо, что это предвыборная кампания. Восемнадцатый год, и все эти декларации, которые делаются, они делаются с одной целью. Привлечь к себе внимание определенные партии, которые хотят заработать определенные очки. Мы говорили изначально, что в восемнадцатый год мы концентрируемся на управлении государством, на тех проектах, которые существуют. И пока некоторые вещи, которые не выходят явно за рамки правового поля... А это не выходит? Я не вижу здесь, что выходит за рамки правового поля. Это политические декларации, которые подходят в соответствующий год. Господин Навак, вот видите, вы тут декларации разные выпускаете свои, возмущаетесь. А люди вам говорят, что это не выходит за рамки правового поля. Может быть, вы излишне занимаетесь этим вопросом, что вы как раз под вашей эгидой 250 населенных пунктов сказали, что мы Молдова, мы не Румыния. Конечно, если у нас спикер Канду идет, к сожалению, глубокий поклон в Румынии, я вам хочу... Вот все эти действия, которые происходят, в том числе и декларации, они маленькие, скажем, звенья одной большой цепи. Посмотрите, у нее несколько что говорят. Давайте объединимся с Румынией, потому что там большие зарплаты, пенсии, там стипендии другие, дороги другие. А они еще говорят, что по-другому в Евросоюз не вступят. Так, дополнительно. Еще и этот аргумент есть. То есть, они не говорят, что давайте мы сделаем сами вот эту Европу, сделаем дома сами, да? Давайте, вот мы, скажем так, предлагаем хорошие зарплаты, вот мы сделаем такие-то пенсии и так далее. Дороги сделаем. Нет, легче всего сказать, ну, давайте с ними объединимся и будут дороги. Так, ребята, если, скажем так, вы до сих пор с 2009-го были у власти, этого не сделали, может быть, проблема у вас. Какое тут объединение? Причем тут объединение, да? Намеренно, то есть, доводят эту страну до той ситуации, когда любой гражданин с любого села скажет, да, ну, его в баню лучше, давайте объединимся хоть с турками, лишь бы жилось лучше. Вы думаете, случайно как-то вот, скажем так, свистнули этот миллиард из банковской системы? Нет, это опять же звено одной и той же цепи довести страну до банкротства, да? Чтоб другого выхода не было. Вот в чем проблема. А раз проблема вот в этих политиках, которые, ну, ничего не умеют делать, ребята, давайте отойдите, пускай делают другие, которые разбираются в этом, которые знают, как это сделать, которые знают, как привлечь инвестиции, как делать дороги, как повышать пенсии, зарплаты, стипендии. Вот в чем проблема. Это, скажем так, целенаправленная политика для уничтожения государства. Потому что она мешает. Вот, как сказал этот посол Соединенных Штатов, вот вроде бы качаем деньги в эту страну, даем деньги. А они все равно в сторону России смотрят. Все в сторону России смотрят. Неблагодарные. Господин Гамурарь, я продолжаю делиться опасениями, что наводит на мысли, которые, как я понимаю, с вашими совершенно не схожи. Но, тем не менее, вот господин Бесеску. Я даже не стану говорить сейчас, что господин Канду это гражданин Румынии. Это тоже как-то вот есть эти риски. Я не говорю, что он нарушает закон. Но когда вот у спикера румынское гражданство, и мы говорим о совместном заседании двух парламентов, это тоже вопрос. Но у меня вопрос больше по гражданину Бесеску, который ездит по стране и открыто, гражданин Румынии, ездит по республике Молдова и говорит, «Нет, давайте мы, собственно говоря, лишим вашу Молдову суверенитета и независимости». И самое интересное, что ни в одном селе его никакой СИП за это не задерживает. Для меня это странно. Вас это не смущает? Меня смущает другой момент относительно Бесеску. Я сейчас говорю как физическое лицо. Я присутствовал на одном, потому что он приходил туда, куда я работал. Я чисто из интереса присутствовал на этом заседании, слушал ее потом, я говорил своими румынскими коллегами, друзьями, когда я им говорил «Ребята, мне не нравится то, что Бесеску говорит». Потому что то, что я объясняю студентам на протяжении 21 года с точки зрения международного права, то, чем я занимаюсь 25 лет международное право, то, чем занимаются мои коллеги в области конституционного права, человек, у которого нет юридического образования, пришел и сказал, что этого ничего не существует. То, что я говорил о Хельсинком заключительном акте, то, что я говорил о уставе ООН, то, что я говорил о признании до Юрии, то все скажут, что это не существует. Поэтому здесь много вопросов такого рода. Почему люди на это соглашаются, почему политики соглашаются с тем, что такого рода подход существует? Вот здесь я соглашусь с тем, что на протяжении... То есть вы согласны, что СИП как-то должен реагировать? Потому что я слабо представляю эту ситуацию, как, например, я не знаю, ну, венгры ездят по Румынии и говорят, ну, все, вот давайте как-то мы все это делаем в вашу Румынию, да? Ну, были случаи, просто быстренько... Я приводила вам пример, когда президент Турции агитировал по поводу референдума в Германии, его выслали. Это официальное лицо. Какая разница, господин Босевску тоже у нас не совсем расстроен, понимаете? Но никто же не реагирует. Вот меня, например, как гражданина, это оскорбляет, потому что СИП наш не реагирует ни на Сёла, ни на Босевску, ни на какие-то вещи. Но даже не это, господа, самое страшное. На мой взгляд, опять же. Понимаете, все бы ничего, если бы вы, я и все наши уважаемые телезрители не знали уже реакцию Гагаузии на это. Почему об этом никто не задумал? Вот пока демократы вырабатывают позицию, вот Гагаузии, они ее не вырабатывают. Они вышли в воскресенье и сказали, очень хорошо, у вас столетие праздник, а мы объявляем это столетием оккупации Румынии, значит, Республики Молдова. Вот как с этим быть? Кто-то слушает вообще Гагаузов, господин Наваг? Естественно, слушают, все это замечают, то, что делают. И я вам хочу сказать, что Гагаузы на самом деле патриоты этой страны, что нельзя сказать о других элементах. Гагаузы всегда четко высказали свою позицию в пользу государственности, не разделения, не объединения с кем-то, потому что Гагаузы своеобразный народ, у них есть опять же своя история, традиция, культура и так далее. У нас вообще страна многоэтничная, у нас болгары, украинцы, и что будет, если завтра есть села на севере страны, украинские села захотят объединиться с Украиной, несколько там лункопрутулы захотят с Румынией. Мы вообще захотим, с другой стороны, болгары, которые компактно живут в Тараклии, захотят с Болгарии, и что из этого выйдет? Я хочу вам сказать, что в Румынии движение Молдаван, так оно называлось, движение Мешкаря Молдавенилор, в 2007 году были запрещены через суд. Я помню. И поставили жирную точку. У них есть, опять же, свои проблемы, там вот этот Синутул Секуэст, да, как говорят, где компактно живут венгры. То есть, если мы откроем эту, скажем так, проблему, у румын, у них у самих есть свои проблемы внутри. То есть, они пытаются сейчас, я не знаю, на что они рассчитывают, либо развязать какой-то конфликт тут, потому что они понимают, что в случае объединения, ну, конфликта не избежать. Люди этого не хотят. Они уже пришли к нам один раз, да, вот старики, которые вот наши дедушки, бабушки, которые еще в жизни, они помнят это, как они приходили к нам, да, и каким образом. То есть, в 90-х годах те же комбатанты вроде бы воевали за целостность этой страны. А на сегодняшний день появились те элементы, которые ратуют за ликвидацию. И обратите внимание, когда Молдова была еще в составе Советского Союза, вот те, которые сейчас больше всего кричат за объединение, тогда кричали и хотели независимости. Тогда хотели независимости, сейчас уже хотят зависимости. Я бы хотела все-таки вернуться к Гагаузе. Так определились бы. Гагаузы молодцы. Вот Гагаузе, понимаете как, что ими вот здесь господин Навак рассказал о том, что они патриоты, действительно государственники. Но я скажу уже вообще в каком отношении. У них прошел референдум, где Гагаузе четко сказали, что в случае, если, да, и далее по тексту, если Молдова потеряет свою государственную, свой суверенитет, они заставляют за собой право выхода. То есть очень четко, здесь не может быть двух мнений, и у них там 90 сколько процентов проголосовало за это? По-моему 98. 98, да. Да, то есть вот так. И их мнение, что не берется сейчас в расчет, вот что люди должны эти вещи делать, для того, чтобы власть четко сказала, что Гагаузе, не бойтесь, об этом речь не идет. Так ведь никто же не говорит от демократов. Давайте так, я сейчас, я попытаюсь ответить именно на ваш вопрос, как он поставлен, то есть политический вопрос, потому что я не буду касаться юридических аспектов в данном случае, что такое референдум. Я знаю, что по поводу референдума его мало кто из нынешних представителей власти признал. Нет, я поэтому говорю, что я не буду о нем говорить, потому что мы сейчас говорим о том, что последствия, которые мы сейчас собираем, последствия того, что было. Я говорил не однажды, еще до того, как стал представлять демократическую партию, о том, что, к сожалению, я говорил в Камрате, когда ездил туда, у меня много студентов оттуда есть, о том, что, к сожалению, у республики Молдова не было никогда, начиная с 91-го года, не было никогда политики по отношению к нацменьшинству. То есть сожительству нацменьшинств совместно с большинством населения. Сосуществование. Сосуществование, да, хорошо. Хорошо. Дальше. Вопрос о том, что практически никто никогда не выезжал из наших правителей на протяжении долгих лет. Это что, Тимов, рекордсмен. Он, по-моему, раз был за все время. То есть все переговоры велись из Кишинева. Я говорил, приводил на практике, я ездил раньше очень часто как эксперт Красного Креста по Украине, и это говорил украинцам, что вот из Киева нельзя решать все вопросы, которые есть в Украине. Я говорю, вы столкнулись с той же проблемой, которая у нас. Мы понимаем ситуацию, которая сегодня сложилась, и будут разговоры, будут непосредственные беседы и на местах для того, чтобы разъяснить, какова позиция демократической партии. Ни в коем случае не будет насильственного. То есть навязывание какой-то своей позиции нужно разъяснять. Очень часто вопрос... Я как понимаю разговор с гагаузами? Вот что гагаузам можно разъяснять? Они очень четко поставят вопрос. Скажите, пожалуйста, спросят они, уважаемые демократы, уважаемая правящая партия, мы хотим знать на сегодняшний день, осуждаете ли вы тех, кто против независимости? Вы вместе с унионистами или вы анти-унионистская партия? Объясните нам, это я так мало сейчас. Они по языку конкретно спросят, они все спросят, они знают. Вам придется, вот вы говорите, вот не время, не то, я очень внимательно вас слушала. А вот здесь, когда вас спросят, автономия целая, вот здесь надо будет четко, понимаете, сказать да или нет. Мы сейчас говорим о том, что... А вы готовы вот им сказать да или нет? Я, по крайней мере, готов. Ну вы, по крайней мере, вот мне бы хотелось, конечно... Я не слышал о демократической партии ни разу о том, что она отказывается от своей государственности или от своего суверенитета. Поэтому мы четко можем ехать в Камрад, договариваться с ними и говорить о том, что мы за сохранение независимости от того статуса, который есть сегодня в Республике Молдова. Сотрудничество вместе с тем, в том числе и с Румынией, потому что это выгода, от которой грех было бы отказываться. То сотрудничество, которое есть, оно не во вред государственности Республики Молдова. То, что некоторые... То есть вы это назовете сотрудничеством? Вы скажете, у нас сотрудничество. Да. А вас Гагаузы спросят, а почему же у нас нет такого сотрудничества с Россией? Что скажете? Ну, во-первых, никто... Со стороны Румынии никогда не было тех, такого рода... Я их не называю санкциями, потому что санкции, когда ты нарушаешь что-то. Но такого недружественного отношения, как со стороны России начиная с 2005 года, у нас не было ни со стороны никакого государства. Поняла вас. Господин Новак, комментарий. Я хотел бы сказать, что со стороны Молдовы не было никогда таких жестких действий по отношению к нашему стратегическому партнеру, как Российская Федерация. Даже когда были 2007-2008 год, когда вроде бы считали, что было, как вы говорите, экономические сложности, да? Республика Молдова не позволила себе поступать и голосовать разного рода деклараций, которые ни к чему хорошему не приведут. Не позволила себе запрещать российские новости, вообще лезть в это дело, что касается СМИ. Вот у нас есть много каналов, вещают и румыны, и европейцы, и те, и другие. Ну, европейцы сегодня, Достан Михалко четко сказал, что они не поддерживают этот закон, они против. Сами европейцы в шоке от того, что мы делаем. Мы хотим быть более европейцами, чем сами европейцы. Но иногда так перегибаем палку, что очень стыдно, стыдно за наши действия. А румыны, поверьте мне, они считают, если и считают нас братом, да, то они всегда считали нас младшим братом в лучшем случае. И вот они, как старший брат, говорили нам, указывали, и хотят до сих пор указывать нам, как нам жить, что нам делать. И я бы, господин Гаммурар, я бы хотел, вот сейчас, честно, я бы хотел говорить что-то другое, да, что да, действительно, Демпартия борется и пытается как-то пресечь вот это движение унионизма, вот эту экспансию. Но она этого не делает. И не хотелось бы, чтобы вообще эта страна, за которую исторически сражались наши предки, вот она просто исчезла из каких-то политических амбиций. У нас осталось три минуты, я все-таки не могу вас не спросить, не попросить вас прокомментировать заявление нашего вице-премьера, господина Лянко, по поводу гастарбайтеров. Я для телезрителей поясню, когда он призвал тех людей, которые на сегодняшний день работают в Москве, да, получают там деньги за свою работу, он предложил, чтобы эти люди перебрались в Румынию. Очень сетовало на то, что у нас нет какого-то межправительственного соглашения с Румынией, которое позволило бы этим людям довольно-таки легально, да, с соблюдением. Вот скажу честно, мне как-то по сердцу это заявление. Как вы считаете, может ли государственный деятель, каковым он себя считает, делать такие заявления? То есть обращаться к всем людям, которые сейчас работают в Российской Федерации, вы знаете, а вы поезжайте, поработайте лучше так, а почему? А нам так удобнее. Ну, изначально хорошо, что вы не связали это с Демократической партией. Нет, я не связала, я господина Лянко пока не связываюсь с членством Демократической партии, а там я за него не могу ответить. Многие высказывания, например, я с которыми полностью не согласен, поэтому я здесь разграничу, то есть это его позиция. А если можно, вот разъясните, как это выглядит? Во-первых, я бы по-другому поступил, начиная с того, что объяснять, что Российская Федерация не является участником Международной конвенции о трудящихся мигрантах. И разъяснять о том, что необходимо заключать соответствующее соглашение с Российской Федерацией, к сожалению, очень сложно. У нас нет соглашения о мигрантах, вы себе навык. Россия не подписала конвенцию, поэтому она не может заключать двустороннее соглашение на основании той конвенции. То есть это вопрос такой. Дальше. Обычно политики говорят о том, что возвращаетесь домой, мы садимся в рабочие места. Да, обычно, как правило. Ну, здесь возникает вопрос, что хотел сказать господин Ленг. Я бы не хотел толковать его слова и исходить из того, что он хотел сказать. То есть у нас есть вот та фраза, которая была... Я объяснил, как бы я поступил. Во-первых, это обращение к нашим гражданам, которые там находятся. Мы вам поможем легализовать свои документы, обращайтесь или, по крайней мере, попытаемся. Мы тоже как бы легализованные люди. Вы понимаете, вот с визитом президента Дадона трудовая у нас была, иммиграционная амнистия. Если бы все были легализованы, то не было бы такого большого количества наших граждан, которые присылались домой. В первую очередь, президент Дадон начал уже конкретные шаги и переговоры с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным насчет трудовых иммигрантов, дабы, скажем так, дать им какие-то социальные гарантии. То есть признавать, и это было бы правильно, потому что наши трудовые иммигранты, которые находятся исключительно в Российской Федерации, которые живут или постоянно, или временно, я вам хочу сказать, что больше всего денег посылают именно из Российской Федерации. Это никто не может оспорить, это официальные данные. Все остальные страны даже близко не подходят к той цифре, которая именно приходит из Российской Федерации. И то, что касается, скажем так, медицинских этих полюсов, признания стажа работы в Российской Федерации, я имею в виду те, которые работали легально там, чтобы этот трудовой стаж признавался при выходе на пенсию, при возвращении на родину, то есть в Молдову. То есть уже начали шаги. Но когда Демпартия сделала последний официальный визит в Россию, даже не по этому вопросу, то это большой-большой вопрос. Это говорит о том, что власти вообще ничего не делают в этом отношении. Я понимаю, у нас время, к сожалению, вышло. Я только от себя, это мое мнение, я на нем, наверное, не имею права настаивать, но мне показалось, что это заявление, оно циничное. Говорить людям, которые и так вынуждены покидать свой дом, оставлять свою семью, и ехать зарабатывать деньги, потому что в Молдове не могут им это обеспечить, и предлагать им, знаете, вы как-то вот возьмите, переместитесь из одной страны в другую, мне кажется, это цинизм. Ну, это мое мнение. Вообще, лучше бы вообще не говорить о таких вещах, я о таких заявлениях. Мне просто было бы лучше. Давайте подведем итоги нашего голосования. Ну, господин Навак, вы сегодня прям вот 714 голосов, продолжаю. Господин Гамурарь, 61 голос, не знаю, с чем вы свяжете, но ситуация такова, какова она есть. Мне остается вас поблагодарить и сказать, что Акчен ТВ — это как раз та площадка, где задают неудобные вопросы. Главное, чтобы на них были честные и правдивые ответы. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин